Барнаульские перевозчики считают, что проезд в общественном транспорте необходимо повысить до 60 рублей. Какие аргументы на этот раз? Нет времени объяснять. Барнаульцы начали самостоятельную военную подготовку. Чему учат бойцов? В Барнауле исчезла легендарная горка дедушки Славы. Почему забава, которая больше 20 лет радовала одних, раздражала других жителей города? Итак, барнаульские перевозчики вновь заговорили о повышении стоимости проезда в общественном транспорте. В порталу Толк они сообщили, что пока речь идет о 2-3 рублях, но даже такая прибавка, по словам руководителей транспортных предприятий, может стать спасательным кругом. Необходимость повышения тарифов перевозчики объясняют ростом цен буквально на все. Тоже дизельное топливо может подскочить минимум на 10 рублей. По мнению транспортников, цена поездки должна сейчас составлять 45-60 рублей, как в центральной части России. Правда, пока с просьбой вновь повысить проезд перевозчики в мэрию не обращались, но планируют сделать это в ближайшие пару месяцев. Управление беспилотниками, оказание первой помощи, стрелковая подготовка. В Барнауле стартовала начальная военная подготовка для всех желающих. Ее организовали барнаульские добровольцы совершенно бесплатно для того, чтобы у новобранцев было больше шансов на выживание. Какие навыки можно приобрести и усовершенствовать уже имеющиеся, расскажем прямо сейчас. Запрокинуть было бы еще побольше, вывести еще раз в челюсти. Как делать искусственную вентиляцию легких, правильно накладывать жгут и транспортировать раненого. Первой медицинской помощи обучают барнаульцев на курсах боевой подготовки. Навыки помогут не растеряться на поле боя, если до этого дойдет. Мы берем, закончим, затянули. У нас несколько основных дисциплин. Это психологическая подготовка, тактическая, огневая, быт в боевых условиях, инженерная подготовка, управление БПЛА дронами, радиосвязь, топография. В общем, у нас спектр достаточно широкий. Обучение началось полтора месяца назад. На сегодняшний день в группе военной подготовки 30 человек. Мужчины от 25 до 50 лет. Организаторы просят не показывать ни их лиц, ни лиц учеников в целях безопасности. Курсов по начальной военной подготовке, к слову, не только в крае, в стране не так уж и много. Мы с вами уже видели, как проводится мобилизация, какой уровень подготовки. Очень много отзывов мы увидели. И в реальности нынешняя армия действует еще, к сожалению, по режиму мирного времени. Построение на плацу и различное изучение устава, штудирование устава, они особо не помогут в боевых действиях. Именно нужны реальные боевые навыки, которые мы даем. Занятия проходят бесплатно для всех желающих от 18 лет. Организаторы подбирают помещения инструкторов преимущественно с боевой подготовкой. Вся работа на добровольных началах. На данный момент в качестве материальной базы мы используем наше личное имущество. Нам требуется и помещение для занятий, и материально-техническая база. Поэтому мы просим о помощи неравнодушных граждан и предпринимателей, организаций и органов власти для содействия. Желающих пройти начальную военную подготовку уже набралось 80 человек. Они ждут своей очереди. Кстати, записаться могут и женщины. Для них проходит занятие по оказанию первой медицинской помощи. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. В Алтайском крае судебные приставы приостановили взыскание задолженностей смобилизованных. В ведомстве сообщили, что уже приостановлено взыскание на сумму более 33 миллионов рублей. Сотрудники службы судебных приставов принимают заявления о приостановлении исполнительных производств на каждом мобилизационном пункте. Подать такое заявление за ушедших на службу мужчин могут также их родственники. На сайте госуслуг, на официальном сайте ведомства, а также в структурных подразделениях службы. Алтайские онкологи сегодня десантировались на Барнаульский патронный завод. Акция «Рак боится смелых. Убедись, что ты здоров» проходит в 24 регионах России. В течение трех дней специалисты онкокцентра «Надежда» проводят диагностику сотрудников предприятия. Главная задача – это, во-первых, приблизить онкологическую помощь к работающему населению. Сейчас я считаю это категорически важно. Это первое. Второе – и наладить раннюю диагностику и, соответственно, эффективное лечение опухолей наружных, подчеркиваю, наружных локализаций. На патронный завод приехали лучшие врачи онкокцентра, мамологи, гинекологи, специалисты опухоли головы и шеи. Накануне у сотрудников брали кровь, делали и музи, женщины проходили маммографию. Сегодня общения по результатам обследований, желающих пройти бесплатную диагностику, оказалось много. «Общая численность сотрудников сегодня на предприятии на 1480 человек. В акции могут участвовать 250 человек. Это как мужчины, так и женщины». «Прошла я маммографию, мамолога, потом гинеколога и вот сейчас сижу по поводу щитовидки». По данным на сегодняшнее утро, у пяти пациенток выявлено подозрение на злокачественное новообразование молочной железы у одного на рак щитовидки. Еще у троих врачи обнаружили патологии половой системы и желудочно-кишечного тракта, требующие более детального обследования. Все эти пациенты получат направление в онкоцентр на дообследование. Ну а у тех, кто не смог принять участие в акции, такой шанс еще будет. Как пояснил директор предприятия, о продолжении сотрудничества с онкоцентром договорились. Новый дорожный участок протяженностью более 800 метров открыли в Барнауле на улице Христенко. Дорогу от Павловского тракта до улицы Сергея Семенова построили буквально с нуля. Подробнее далее. Если кто помнит район улицы Христенко, лет так 15-20 назад здесь было одно поле. Сейчас же новостройки, много машин, дороги и еще раз дороги. Сегодня здесь появился новый дорожный участок протяженностью 800 метров. С удобными пешеходными зонами, велодорожками есть места и для газона. Все необходимые условия для комфортного пользования как автомобилистами, так и пешеходами на этой улице созданы. Подрядчиками работы выполнены достаточно в сжатые сроки. Дорожный участок, построенный по индивидуальной программе социально-экономического развития края, за 150 миллионов рублей сдали на полтора месяца раньше запланированного срока. Позволило нам это в связи с тем, что мы вышли в этом году рано на работу. Это примерно был май месяц. Большая работа была проделана по перекладке сетей существующих электроснабжения, защите кабельных линий, защите газовых труб. Участок был очень такой, скажем так, непростой. 2022 год для Барнаула стал рекордным в строительстве дорог. Три дорожных объекта уже открыли для использования и еще столько же появится в краевой столице. Дмитрий Дроздов, Андрей Печорхин. День с толком. На днях в Барнауле выровняли площадку на месте знаменитой горки Дедушки Славы. На протяжении 20 лет туда съезжались дети и родители со всего города. А началось все с того, что местный житель поселка Булыкино Вячеслав Замышляев свою первую горку построил для внуков, когда вышел на пенсию. Так что стало с этой горкой и что об этом думает сам Дедушка Слава? Мы на месте, где еще недавно стояла известная горка Дедушки Славы. Она радовала не только местных жителей. Сюда съезжались дети и родители со всего города. Теперь это лишь история. Сегодня горки уже нет. Борьба за горку Ледянку шла давно. Последние несколько лет поднимался вопрос о сносе горки местными бизнесменами. Также были недовольны некоторые люди, живущие по соседству. Все такие аттракционы должны быть безопасными для детей и взрослых. Ну и следующий аспект. Ну это постоянное большое количество народа, которые приезжают пожарить шашлыки, употребить алкоголь, горы мусора, которые в принципе никто потом не убирает. То есть жильцы, соседи все выходят и наводят там порядок. Напомним, что Дедушка Слава, он же Вячеслав Замышляев, оборудовал знаменитую горку Ледянку, купил земли, насыпал холм, оборудовал ступеньки и установил фонарь. Каждую зиму он заливал горку водой. Летом подстригал газон. С 97-го года у нас дед построил в 97-м году эту горку для своих внуков. А ну приходили чужие детки, много. И дед решил эту горку сделать большой. Вот 25 лет существовала эта горка, радовала детишек, радовала родителей, радовала всех нас. По словам родственников дедушки Славы, они не получали никакой материальной выгоды с горки. Занимались ей как благотворительностью. Радовались от того, что много людей получают удовольствие, катаясь на ней. Горку не снесли, а перенесли. Хотят перенести в другое место. Со мной все согласовали. Я дал разрешение, чтобы они это сделали. Собралась инициативная группа, которая хочет эту горку немного в другом месте разместить. Что именно стало причиной переноса горки, нам выяснить так и не удалось. По словам представителей инициативной группы, в ближайшее время будет проводиться подготовка горки в более безопасном месте. И это совсем недалеко. Поэтому люди не лишатся зимних забав и смогут приезжать на любимую горку. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. Барнаульцы хотят увидеть вместо пустыря парк. Речь идет о территории за ТРЦ Европа. В советское время там хотели возвести большой парк для жителей строящихся квартала. Сейчас микрорайон разросся и стал одним из самых густонаселенных. Но парковой зоны там до сих пор нет. За годы пустырь оброс городскими легендами. И горожане не оставляют надежды сделать это место центром притяжения для всего района. Подробнее в специальном репортаже Марии Мацаевой. Пустырь между Павловским трактом и улицей Взлетная. Об этом месте точно знает почти каждый житель индустриального района. Потому что эта точка соединяет между собой важные оживленные кварталы. Но ходить здесь не то чтобы неудобно, сколько небезопасно. Кругом овраги, ямы, куча бытового и строительного мусора. А ведь место, проходная точка и короткий путь для горожан. Она не только связывает между собой улицы, но и ведет к одному из крупных ТРЦ города. Мало кому известно, что еще с советских времен эта территория составляла огромную площадь и была отдана под строительство парка. Но эта идея ушла в небытие. Сейчас неравнодушные жители своими силами пытаются разобрать мусор и выходят на субботники. Мы узнали о том, что вот эта территория, вот этот пустырь с оврагом, должны быть территории парка. По плану, по кадастровой карте он отдан под парк и зоны отдыха. И мы так поняли, что просто никто этим не занимается. Ну и решили начать с того, чтобы просто прибраться тут маленько, убрать вот эти дорожки, которые уже используются горожанами для прохода. А вот вырезка из газеты 1987 года. В ней говорится, что в индустриальном районе Барнаула у Павловского тракта заложен парк в честь 50-летия образования нашего края. Около двух тысяч барнаульцев пришли туда, чтобы высадить пять тысяч деревьев. Свою работу они сопровождали как настоящие советские жители, песнями, лозунгами и плакатами и верой в светлое будущее. Вокруг юбилейного парка будет строиться новый огромный жилой микрорайон, рассчитанный на десятки тысяч жителей. И парк станет прекрасным местом проведения их досуга. Огромный микрорайон построили, но вот парк так и не появился, а посаженные деревья не прижились. Впоследствии место стало лакомым кусочком для коммерческих и жилых построек. Если вы посмотрите на кадастровую карту, Павловский тракт, улица Взлетная, Шумакова, то есть вот эта территория, которая в советское время в 70-е годы давалась как некий зеленый резерв под развитие новых микрорайонов, то есть это должен был быть парк районного притяжения, она постепенно приходила в упадок и вообще-то деградировала. Как вы видите, по ее периметру постепенно отмежевывали участки различного значения. От заложенной площади на парк сохранилось менее 30%. Из оставшегося сплошные овраги. Откуда они там появились, непонятно, но у Барнаульского краеведа на этот счет есть исторические сведения. Есть версия более такая вот подобная, она уже как бы хорошо хранится в истории. Павловский тракт, когда строили вот эту вот протяженность его дальше, глину оттуда брали для насыпки, поднятия полотна. Вот это вот тоже есть. Образовались и на дне этих оврагов, я туда несколько раз ходил и с ребятами мы ходили, там родники. Виктор Александрович преподает историю в одной из школ Барнаула и вместе с учениками по крупицам восстанавливает историю авиации края. Он нам и рассказал, что в начале 20 века на месте современных улиц Попова, Павловского тракта и Малахова располагался аэродром. На месте нынешних домов из земли торчали аэродромные конструкции, а на пустырь за Европой спускались парашютисты. Сейчас об авиационном прошлом этого квартала напоминает лишь улица Взлетная и ее самолет. К слову, это место у барнаульцев считается криминальной зоной. Не так давно здесь средь бела дня напали на женщину. Поэтому местные жители, уж тем более по ночам, ходить здесь просто боятся. Мы тут не ходим в школу. Здесь очень страшно. Особенно, когда тут то нападали, то еще что-то. Мы после этого и перестали вообще здесь ходить. Вот только в солнечный день, когда тепло, никого нет. Ну да, это недоработка, конечно. Было бы хорошо, если бы здесь был хороший парк. Район вокруг огромный, но в его черте нет ни одного парка. Пустырь – единственный оставшийся свободный клочок земли. Как добавляют эксперты, для частных застройщиков это место не особо востребовано из-за оврагов. А вот разместить там парковую зону – удачное решение. Могу сказать, что там довольно интересный рельеф. Сложный, но интересный. Рельеф, скажем так, это практически всегда лучше, чем отсутствие рельефа, потому что позволяет благоустройство делать более разнообразным. Можно создавать гроты, террасы, можно создавать амфитеатры, интегрированные в рельеф, перепады высоты, можно создавать водоемы и прочее. По старым советским генпланам эта территория должна была быть парком, и не просто парком, а частью очень важного зеленого каркаса города. Ну, во-вторых, потому что индустриальный район, пожалуй, самый обделенный район с точки зрения зеленых зон. Там живет больше 100 тысяч человек, в основном молодых, семьи с детьми, и они не имеют возможности гулять со своими детьми, отдыхать полноценно в зеленых зонах. Мы сделали запрос в администрацию города в надежде, что они поделятся планами на эту территорию. Пока неравнодушные горожане хотят провести здесь субботник, 29 октября. На него приглашают и всех желающих. Пока это место совершенно одиноко и бесхозно, хотя вокруг него кипит жизнь целых кварталов. Горожане надеются, что все же эту пустоту получится заполнить, например, красивой парковой зоной. Мария Мацаева, Андрей Печоркин. День с толком. Спортивный сезон в самом разгаре. Это значит, что провести активные выходные может каждый. Наши команды мастеров друг за другом проведут свои матчи. Речь идет о футбольном клубе «Динамо» и баскетболистах Бурнаула. Когда, где и во сколько состоятся поединки, расскажет Дмитрий Дроздов. Футболисты «Динамо» первые начнут спортивные выходные. Белоголубые в отличной форме и боевом настроении. Ведь два последних матча наши выиграли. Еще и у лидеров. Поэтому субботний соперник «Урал-2» выглядит не так страшно. Команда находится на последней строчке в турнирной таблице. С одной победой. И, к сожалению, коллектив из Екатеринбурга обыграл как раз-таки Бурнаульцев. Самое время взять реванш. Место встречи в субботу – стадион «Динамо» в 15-0-0. Мы также хотели выигрывать с первого матча, но не получается, правильно, к сожалению, выигрывать. То, что победили в этих двух матчах, это целиком полностью заслуга ребят. После «Зеленого газона» на стадионе «Динамо» перемещаемся в спортивный комплекс «Победа». Там баскетболисты Бурнаула принимают грозную руну из Москвы. Соперник – серьезный финалист прошлого сезона и один из фаворитов нынешнего. Состав у «Москвичей» остался практически без изменений. Все лидеры на месте. Команда выдала стабильный и ударный старт. Две победы в чемпионате из двух возможных. А вот хозяева три матча, из них одна победа, но очень важная. В первую очередь для того, чтобы ребята почувствовали уверенность, потому что каждое поражение вселяет неуверенность. Каждая победа отдает пищу для размышления, но после каждой победы приобретается определенная уверенность. Уверенность у баскетболистов будет запредельной, если мы с вами заполним трибуны до отвала. Встречаемся также в субботу в спортивном комплексе «Победа» в 17.00. Все записали. Мы вас ждем. Дмитрий Дроздов. День с толком. 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 Продолжение следует...